МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Праздник полной грусти. В школах СОРОВу прозвенел последний звонок. Библиосумерки-2022. В библиотеке имени Пушкина прошел творческий вечер. О литературе и религии в Маяковке прошла встреча с Владимиром Чугуновым. Далее расскажем обо всем подробно. При регистрации в качестве самозанятого россияне могут рассчитывать на бонус. Налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Эта сумма дается один раз и расходуется постепенно. При этом ставшие самозанятыми физлицы индивидуальные предприниматели могут платить доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке 4 или 6%. При сумме налогового вычета в 10 тысяч рублей ставка 4% уменьшается до 3%, ставка 6% уменьшается до 4%. Например, доход за месяц составил 10 тысяч рублей. И весь доход самозанятый получил от физлиц. Тогда будет начислен налог в размере 400 рублей. Но с помощью бонуса нужно будет заплатить только 300 рублей, так как 100 рублей автоматически спишется из бонуса. Потратить налоговый вычет можно только для уплаты налога. Рассчитывать на бонус в 10 тысяч рублей могут и пенсионеры, если зарегистрируются в качестве самозанятых. В этом случае они не считаются трудоустроенными. Доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами. Значит, самозанятые пенсионеры смогут получать и пенсию неработающего пенсионера, и бонус в 10 тысяч рублей. Ранее Госдума приняла закон, который позволяет подавать заявление о регистрации в налоговых органах через госуслуги. Поправки в налоговый кодекс прошли второе и сразу третье чтение. Гражданин должен подписать заявление усиленной, неквалифицированной электронной подписью. В минувшую субботу в школах Сарова прозвенел последний звонок. В этом году эпидемиологическая обстановка позволила провести торжество в очном формате в присутствии родителей выпускников. На праздник в седьмой школе побывала наша съемочная группа. Выпуск школы номер 7 в этом году немногочисленный. 11 класс заканчивает 14 человек. Нынешними выпускниками школа особенно гордится. Среди них лауреаты различных региональных и всероссийских конкурсов, победители Олимпиад, медалисты. Также часть ребят фактически студенты. После побед на заключительных этапах Всероссийских Олимпиад школьников их без экзаменов зачислили в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Я здесь полюбил химию. Благодаря этой школе победил во многих Олимпиадах по химии. Это самое главное, что было в этой школе. Я победил в Олимпиаде Российской школы фармацевтов и поступил в ВСПХФУ, Питерский фармацевтический университет. Экологические акции, уроки доброты и многое другое. Большое внимание седьмая школа уделяет не только учебной программе. Многие учителя, как признаются дети, стали за эти годы родными, передавая ученикам частичку души и воспитывая в них лучшие качества. С большой любовью и признательностью отзывались выпускники о своем классном руководителе, учителе английского языка Ирине Дементьевой. Наш классный руководитель очень хороший человек. Она научила нас действительно очень многому, и это непростые слова. Она научила нас, возможно, чему-то банальному, но она научила нас разделять мусор, сортировать его и сдавать макулатуру. У нас была такая акция, мы собирали макулатуру, а потом деньги, вырученные со сбора бумаги, отправляли в приют, в котором, кстати, я тоже теперь являюсь волонтером и помогаю там тоже кошечкам. Поэтому я думаю, что вот эта часть добра, которая сейчас у меня есть, это тоже благодаря нашим классным руководителям. В этом году школе исполнилось 30 лет. За плечами учителей немало выпусков, но каждый последний звонок для них как первый. Невозможно привыкнуть к тому, что дети, которые выросли на глазах педагогов, уходят из школы навсегда. Говорят, что когда расстаешься с человеком, то тот, кто уезжает, забирает с собой частичку твое сердце. Поэтому как бы вот не было привычное, рутинное, такого не бывает. То есть с каждым выпуском частица сердца учителя, частица сердца администрации, частица сердца любого работника в школе, она вот забирается. И она как раз у выпускников и присутствует. Так что учительский труд – это очень ответственный труд и требующий большого-большого сердца. Последний звонок – трогательный и грустный праздник не только для педагогов и родителей. Это символ уходящего детства. Последний звонок означает прощание с определенным этапом жизни и встречу с неизведанным и загадочным будущим. Мне вспомнилось очень много всего. И каждый день на самом деле, вот сейчас по происшествию стольких лет, понимаешь, каждый день был насыщен событиями, и каждый день, даже если казалось бы, это самый обычный день, он все еще остается у тебя в душе и в памяти. Немного грустно. То есть это грусть, которой я рада, что она вообще появилась в моей жизни. Последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенел, ознаменовав собой переход к новому жизненному этапу. Уже на этой неделе начнется единый государственный экзамен. А 25 июня выпускники навсегда попрощаются с родной школой. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Случай обезьян и оспа зарегистрированы уже в 12 странах за пределами Африки. Это вызывает беспокойство, сообщили в ВОЗ прошлую субботу. Больше всего около 30 зараженных в Испании, Великобритании и Португалии более 10. Есть заболевшие в Германии, Италии, Франции, Бельгии и Канаде. В России оспа обезьян не выявлена, и, по мнению экспертов, риск ее появления у нас невысок, прежде всего из ограничений в международном сообщении. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Прохладная и дождливая погода ждет жителей области в начале рабочей недели. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода». Во вторник, 24 мая, днем прогреется до плюс 6 градусов. В течение всего дня будет идти дождь. В среду столбики термометров поднимутся до плюс 10. В первую половину дня синоптики прогнозируют дожди. В четвергу потеплеет до плюс 15. В выходные плюс 13. Возможен дождь. Детский сад номер 14 «Незабудка» победил на региональном этапе Всероссийского конкурса за нравственный подвиг учителя. Саровчане представляли проект «Читаем вместе» в номинации за организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной организации. Работу победителей направили на второй межрегиональный этап конкурса, который будет проходить с 14 мая по 31 августа в Ижевске. 28 мая в 11 часов на стадионе «Юниор» пройдет ежегодный спортивно-кинологический праздник «Собака плюс я». В программе выставки собак, конкурсы для всей семьи, продаж зоотоваров, аквагрим и игровые зоны для детей. Хозяева смогут получить бесплатную консультацию по уходу за питомцем, сделать профессиональную экспресс-гигиену своей собаке. Место проведения – стадион «Юниор», улица Музрукова, 14, телефон для справок, плюс 7 903 040 88 60. Хоровод традиций. В детской библиотеке имени Пушкина прошли «Библиосумерки». В этом году ежегодный творческий вечер посвятили культуре и традициям народов России. Я расскажу о том, что было в давние времена в избе. Там был гребень, чтобы растяшивать пряжу. Желающие могли на собственном опыте узнать, как жили наши предки и как вели хозяйство. На интерактивной площадке посиделки у печки ребята пробовали поставить в печь горшок с помощью ухвата, поносить на плечах коромысла, расчесать гребнем пряжу и потолочь в ступе. А еще узнали о народных обычаях и приметах. Мне понравилось здесь то, что мне показывали. В рамках тематического года культурного наследия народов России «Библиосумерки-2022» в детской библиотеке имени Пушкина посвятили русским традициям. Мероприятия открыли песнями, танцами, потешками и, конечно, общим дружным хороводом. А потом на целый вечер гости библиотеки погрузились в историю и богатую культуру русского народа. В библиотеке работают площадки самые разные. У нас есть творческие площадки, где можно поучаствовать в мастер-классе. И что-то у нас посвящено народной кукле, матрешкам. Потому что любые вот эти игрушки, о которых мы сегодня детям говорим и мастерим вместе с детьми, в них ведь тоже глубочайший смысл скрыт. То есть если мы говорим о матрешке, то это по сути дело про образ русской семьи. На разных станциях ребята мастерили своими руками, играли в народные забавы и познавательные викторины. Читатели библиотеки рассматривали элементы народного костюма, вспоминали пословицы и поговорки, учились завязывать платок и даже могли примерить на себя русский наряд и сфотографироваться на специальной фотозоне. В праздники с удовольствием участвовали не только ребята, но и их родители. Замечательные мастер-классы для детей. И детям интересны, и взрослым интересны. В общем, очень понравилась благодарность огромной работникам библиотеки. Такой нестандартный подход к своей работе. Замечательные люди, замечательные праздники. На протяжении вечера в Пушкинке работала книжная ярмарка, где можно было обменяться книгами, а также кинозал «Мульт Россия». Светлана Ярунова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Саровчанин обратился в полицию с просьбой найти неизвестного, который требует деньги с него за нераспространение интимных фотографий. Мужчина познакомился в интернете с девушкой и отправил ей пикантные фото. Та в ответ потребовала 3000 рублей. В противном случае пообещала разослать эти изображения всем друзьям жертвы. Проводится проверка. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. И опять мошенники. Сразу трое саровчан попались на удочку любителям легкой наживы. В общей сложности злоумышленники выманили удоверчивых граждан почти 163 тысячи рублей. Полиция еще раз напоминает о том, что нельзя сообщать никому данные и коды своих банковских карт, не переводить деньги незнакомцам и не верить в обещанные подарки и компенсации. Зарегистрировано сообщение от жителей города о том, что его маме около подъезда дома на улице Силкина продали товар на сумму 20 тысяч рублей. Выяснилось, что гражданка С у своего дома встретила некого гражданина, накупила у него постельного белья, полотенец, матрас и, придя домой, решила, что купленные вещи не стоят 20 тысяч рублей. Подумала, что ее обманули, в связи с чем ее сын обратился в полицию. 54 роза на сумму почти 3,5 тысячи рублей украл 27-летний саровчанин из супермаркета на Силкино. Кроме того, в этот же день он из продуктового магазина на Московской открыто похитил товар на сумму 17 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. 18 мая 2022 года зарегистрировано сообщение от гражданина С о том, что дома 10 по улице Казамазова разбили заднее стекло его автомашины «Шевроле». Заявитель находился дома, когда сработала сигнализация и вышел на улицу, обнаружил чугунный предмет, упавший с крыши дома. Этим предметом оказалась чугунная часть водостока. Шесть ДТП с материальным ущербом и две аварии с пострадавшими произошли в Сарове на прошлой неделе. На улице Зернова мотоциклист на Ямахе не справился с управлением, наехал на две припаркованные машины и упал с мотоцикла. В результате у мужчины диагностировали стрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. Госпитализация не потребовалась. 19 мая в 12.05 на Кубишево-11 водитель 69-го года рождения, управляя автомашиной «Лада Гранта», совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2009-го года рождения. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. После осмотра был отпущен домой. В момент ДТП ребенок ехал по дворовой территории. ГИБДД напоминает, велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет должны передвигаться только по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. По итогам 4 месяцев 2022 года на территории Нижегородской области зарегистрировано рост наездов на пешеходов на 2,9%. Рост ДТП на пешеходных переходах по вине водителей транспортных средств составил 16%, со 100 до 116. В Сарове такие ДТП тоже не редкость. Число наездов на пешеходов выросло на 33%, с 6 до 8. В целях профилактики таких аварий Госавтоинспекция на этой неделе проведет операцию «Пешеход», чтобы выявить нарушения как со стороны водителей, так и со стороны пеших участников дорожного движения. О религии и литературе в библиотеке имени Маяковского прошла творческая встреча с православным писателем, протеереем Владимиром Чугуновым. Гость нашего города рассказал о впечатлениях от Сарова, творчестве, пути к вере и ответил на вопросы читателей. В начальной школе Владимиру Чугунову дали домашнее задание – написать изложение о маме. Единственный в классе, Владимир написал его в стихах, и за это получил четверку. Так начался творческий путь писателя и священника Владимира Чугунова, члена Союза писателей России, многократного лауреата литературных премий. Отец Владимир – уроженец Нижнего Новгорода, а сейчас живет и служит в старинном Поволжском селе Никола Погост, недалеко от городца. Я пишу о своем времени, о том, которое пережил. Мне хотелось запечатлеть его в художественной форме, в книгах. Вот одно дело – то, что мы слышим от наших близких. Вот расскажи, как там ничего было, много ли не могут рассказать. Вот я хотел рассказать о своем поколении, и об этом рассказываю. А также от современности есть. Есть публицистика, есть детские книги, есть драматургии, пьесы. А еще отец Владимир перелагает на современный язык «Жития святых» и пишет сценарии для кукольных фильмов. Произведения автора переведены на английский, французский, итальянский, сербские языки. На творческой встрече с писателем в библиотеке имени Маяковского саровские читатели могли увидеть и зарубежные издания Владимира Чугунова. Это не первая встреча, у меня много их было. Я представлял свое творчество на нескольких ярмарках, и на нашей, и во Франции, и в Сербии, и во Франции. Поехали в санаторий Городецкий, который находится в Нижегородской области, и там услышали батюшки на проповеди. Там батюшка служит, по выходным он там проводит службы. Проповеди настолько понравились, настолько оказались необычными, доходчивыми и интересными, что пришло решение пригласить батюшку сюда. На творческой встрече с православным писателем Владимиром Чугуновым все желающие могли приобрести его автобиографический роман «Русские мальчики», который посвящен жене священника. Светлана Ярунова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА